Субсидию в размере около 3 миллионов рублей в следующем году получит спортивная школа Олимпийского резерва по футболу и регби. Такое решение принято по итогам заседания проектного офиса по вопросам реализации региональных проектов в Республиканском Минспорта. Ощутимую поддержку спортивная школа сможет получить благодаря тому, что в этом году футбол стал базовым видом спорта в МРИЭЛ. И он действительно популярен. Почти 20 тысяч человек играют в футбол в спортивных секциях региона. Подробнее в нашем сюжете. 10 декабря – красный день календаря для всех любителей футбола. В честь праздника всемирно популярной игры мы хотим рассказать вам о футбольной школе МРИЭЛ. Игра, зародившаяся в 19 веке в Англии, по сей день считается самой популярной во всем мире. Футбол доступен для всех желающих, несмотря на возраст и пол. Заниматься этим видом спорта можно как профессионально, так и на любительском уровне. В МРИЭЛ существует своя спортивная футбольная школа, где занимаются ребята разных возрастов. А также есть команда, которая принимает участие в различных турнирах, где представляет нашу республику. Команда состоит из ребят группы ВСМ и групп высшего спортивного мастерства. И молодых ребят, которых мы сейчас уже берем, это, скажем так, более младший возраст, мы уже привлекаем в команду даже четвертый возраст, четвертый год рождения. Чтобы они уже адаптировались, понимали наши требования и быстрее вливались в наш коллектив. В команде World Shore на позиции голкипера выступает Алексей Кожевников. Он студент училища Олимпийского резерва, где получает профессию преподавателя физической культуры. Леша, расскажи, как давно ты занимаешься футболом, кто тебя привел в этот большой вид спорта? В футбол я пришел довольно поздно, в 12 лет. Как таково никто не приводил, сам изъявил желания, и родители поддержали меня. У тебя уже был тогда какой-то кумир, какой-нибудь вратарь? Тогда да. Я очень активно следил за нашим отечественным вратарем Игорем Акинфеевым. Он до сих пор мне симпатизирует и стараюсь полностью равняться на него. То есть сейчас у тебя Игорь Акинфеев номер один? Или может быть кто-то еще есть? Да, сейчас есть пару хороших вратарей. Это Андрей Лунев из «Зенита» и молодое дарование Краснодара Матвей Сафонов. В 21 год Алексей прошел все ступени подготовки к большому футболу, начиная с детского. Как и у многих ребят в юношеском возрасте, у Алексея была мечта. У нашего героя она уже сбылась – попасть в главную команду республики. Но есть еще одна, к которой он стремится – отбить пенальти в финале Лиги чемпионов. К слову о пенальти, Кожевников демонстрирует неплохие показатели по отражению удара с 11-метровой отметки. Проверено на практике. Леша, давай теперь проверим твои вратарские способности. Если ты не против, я пробью тебе с 11-метровой отметки и устроим такой челлендж. Да, давай. Челлендж из четырех ударов завершился дружбой. Мне удалось забить два мяча, остальные удары вытащил Алексей. Стоит отметить, что сейчас в нашей республике играют воспитанники, которые, как и Алексей, прошли подготовку в футбольной школе «Мариэл». А это значит, что футбол в республике жив и готов воспитывать новых чемпионов.